Лично я с первого взгляда теряю голову, а со второго делаю предложение. Идет лицу с бородом, поверьте, что влюблен, как мальчуган, скандиньки. Борозди, там родилось среди долин, там вы и я вдвоем, гнездо любви сорвем. Сомненья прочь мой свет, пускай у нас там замка нет, но скромный мой шалаш навеки ваш. На завтрак там, мадам, взгляд ляжья к салу подав, а на обед мой друг лишь поцелуя звук. Зато в закат от час, там, как любви закружит нас, и пары лучше нет, чем наш дуэт. Зато в закат от час, там, как любви закружит нас, и пары лучше нет, чем наш дуэт. Браво! Аплодисменты! А вот, а вот. Мы потрясены и мы в восторге. Действительно замечательный дуэт получился. Только что перед нами выступили солисты музыкального Красноярского театра Дмитрий Злобин и Наталья Ронская. А все потому, что совсем скоро состоится премьера «Оперетты Морицы». Она состоится 23 июня, уже в этот четверг, в музыкальном Красноярском театре. Итак, вопрос к нашим гостям. Расскажите, пожалуйста, что за постановка ожидается, что это будет за оперетта, чего ждать зрителям, которые придут? Доброе утро, Красноярск. Меня зовут Николай, фамилия Покатылы, я режиссер-постановщик этого спектакля. Рядом со мной балетминистр-постановщик Марина Суконцева. Что касается «Морицы», это для меня самая красивая музыка Каймана. Это вершина музыкального творчества, вообще жанра. И он называл ее самой венгерской опереттой. Национальный мотив в ней подан максимальный из всех его оперетт. Но мы пошли другим путем и оказались практически от венгерщины, от цыганщины. Но это не означает, что уходит колорит того венгерского селения, старого замка Графа Эрдоли, в который попадают наши герои. Это история любви, прежде всего. Любая оперетта – это любовь, немножко странная любовь. Вот эта пара, они… Вот этот персонаж Коломан Зупен, он появляется в этом имении, которое купила графиня Морица Самоши, для того, чтобы жениться на ней. Он прочитал в газете объявление, которое она придумала, чтобы отвязаться просто от всех своих обожателей, которые преследуют ее каждую секунду. Он прочитал это, появился сюда, и вот этот дуэт, который вы услышали, он поет два раза. Одно и то же. У него заученные тексты. Он говорит один и тот же текст одной женщине и второй. Он сначала принял Лизу за графиню Морицу, сначала ей в любви признался. Она ему после дуэта говорит, к сожалению, извините, барон, не я ваша невеста, а где же? А вот она. И он начинает с теми же интонациями и говорит, графиня, именно так я вас себе и представлял. Ну не рассказывайте уже весь сюжет, хотелось бы посмотреть все это потом на сцене. 23 числа. 23 числа, конечно, все будем присутствовать. Вот расскажите, насколько сложно было работать над этим классика по-прежнему востребована в театре. Приходит охотно люди смотреть на это все. Марина, давайте бы ответить. У тебя есть. Ну если бы не была востребована, я думаю, она бы не ставилась. Это всегда всех интересовало. И Николай уже сказал, что это безумно красивая музыка в первую очередь. Ну а мы пытаемся все это насытить хореографией, насытить красивыми костюмами, чтобы все вместе это прозвучало. И декорации тоже, наверное, будут какие-то яркие, красивые. Особенные. 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 Не будем раскрывать секреты. Особенные. Хорошо, я думаю, что мы уже такую интригу закрутили. Зрители уже жаждут прийти на данное представление. Стоит, наверное, разыграть пригласительные, которые вы с собой принесли. Итак, есть вот такие у нас пригласительные на две персоны. Разумеется, сейчас вопрос от наших гостей. Внимательно слушайте. Да, вопрос у нас будет следующий. Мы хотим узнать у самых внимательных телезрителей, кто же написал музыку Каперетти Морица. И у нас есть три варианта ответа. Это Кальман, это Штраус и это Лигар. Итак, ответ на данный вопрос уже действительно прозвучал сегодня в студии. Если вы внимательно слушали, то присылайте правильный ответ на короткий номер 90-20. Вначале не забудьте указать слово «остров» и «пробел». А я бы хотела спросить у солистов, легко ли было работать над этим спектаклем? Репетиции, как я знаю, еще продолжаются. Легко, два раза одной тоже. Чуть не работает. У моего персонажа много сцен, они очень разные. И в первой сцене я должен максимально обольстить Морицу, так как меня научили этому родители, чтобы я на ней женился. Ну а потом в течение спектакля раскрывается прекрасный человек Зупан, который по-настоящему влюбился в Лизу и не может жить без нее. Вообще хочется сказать, что труппа театра и многие зрители уже соскучились по классике и с огромным удовольствием ждут, когда зазвучит Кальман и Морица в нашем театре. Спасибо большое. И выиграл пригласительный. Все раскрыли карты абсолютно, но надеемся, что на самом деле на самом представлении будет еще гораздо больше сюрпризов, которые ожидают всех зрителей. Наши гости, по крайней мере, сегодня это все клятвенно обещали. Спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в студию. Я напомню еще раз, у нас в гостях сегодня были режиссер-постановщик данной опереты Николай Покатыло, балетмейстер-постановщик Марина Суконцева, а также солисты Красноярского музыкального театра Наталья Ронская и Дмитрий Злобин. Спасибо вам.